Бузинник пазушный Второе название – ива многолетняя, ива ахилларис, вредоносное сорное растение, с трудом подавляемое из-за обширной системы жестких, одревесневающих корней. Сорное растение способно произрастать на культивируемых землях, лугах, пастбищах, а также по обочинам дорог и на пустырях. Родиной сорняка считается Северная Америка. В настоящее время он встречается в Канаде, США и Мексике. В Австралии бузинник пазушный впервые был выявлен в 1926 году в северо-центральной части штата Виктория. На других континентах растение пока не встречается. Бузинник пазушный произрастает на всех типах почв, в том числе и на засоленных почвах. Предпочитает открытые места, освещенные, но может произрастать также и в тени деревьев. На территорию России плоды бузинника пазушного могут быть занесены из США и Канады семенной и продовольственной продукцией, а также в подстилочном материале из сены и соломы, в удобрениях животного и растительного происхождения. Бузинник пазушный образует плотные заросли, куртины, и тем самым подавляет всю другую растительность. Примерно за 4 года один отпрыск может сформировать куртину более 18 метров в диаметре. Мощная корневая система истощает почву. При сильном засорении полей, где плотность растений бузинника пазушного достигает 30 побегов на 1 квадратный метр, выращивание многих культур становится невозможным. Он забирает из почвы все микроэлементы, а также воду, и при этом происходит угнетение культурных растений. Этим он и вредоносен. Кроме того, он также засоряет продукцию, распространяясь при этом с ней на новые территории. Растения бузинника пазушного выделяют в почву вещества, которые тормозят прорастание семян и рост культурных растений. Сорняк отсорбирует из почвы в большом количестве селен и поэтому ядовит для животных. Кроме того, растение имеет резкий неприятный запах и может вызвать контактный дерматит. А обильная пыльца провоцирует сенную лихорадку. Бузинник пазушный устойчив к вытаптыванию. Бузинник пазушный относится к семейству сложноцветные. Это многолетнее растение, которое размножается корневой порослью, корневищами и их отрезками, а также плодами-семянками. Стебли травянистые, высотой от 15 до 60 см. У основания часто слегка древесневающие, восходящие, голые или слегка опушенные, часто сильно разветвленные. Корневая система мощная, не вымерзает даже в самые суровые зимы. Бузинник пазушный – это корнеотпрысковое растение. Корни проникают на глубину 2,5 метра, в результате чего происходит активный сбор всех питательных веществ. Кроме того, он еще имеет горизонтальную корневую массу. Это у него основная масса, которая располагается на глубине от 20 до 60 см. Листья в нижней части стебля супротивные, верхние – очередные, удлиненные, толстые, цельные, грубоволосистые, сидячие или на коротких черешках. Сизо-зеленые, длиной от 0,5 до 3 см, шириной до 1 см. Цветки зеленовато-желтого цвета раздельно полые, собраны в одиночные мелкие корзинки. Соцветия корзинки, паникающие, на коротких цветоножках. Они достаточно мелкие, от 4 до 7 мм. И располагаются по одному в пазухах малых верхних листьев. Краевые цветки женские, в количестве от 1 до 11. Центральные цветки мужские, их от 5 до 15. Плоды семянки, от серых до серо-коричневых, иногда даже черных. Они достаточно крупные, длиной от 1,5 до 2 мм. Семянка обратно яйцевидной или кленовидной формы. Слегка сдавленная. Вершина семянки широко округлая, с остатком столбика, без хохолка. Поверхность шероховатая, матовая. Плодовый рубчик резко выражен. Жизнеспособные семена образуются только у перекрестно опыляемых растений. Всероссийским центром карантина растений разработаны методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного. Для лабораторных исследований с обследуемых территорий отбираются растения, сходные по внешним морфологическим признакам с бузинником пазушным. Для достоверной диагностики отобранный образец живого растения должен содержать цветки или плоды. Определение видовой принадлежности осуществляется по комплексу морфологических признаков. Бузинник пазушный является трудно искреннимым сорным растением. Скашивание является неэффективным методом, так как происходит отрастание новых побегов. Если его очаг выявлен на большой площади пашни, то поле следует вывести из основного севооборота и держать под черным паром в течение двух-трех лет, проводя весь комплекс агротехнических и химических мероприятий. Искоренению сорняка могут способствовать посевы многолетних трав, таких как костер или пырей. Продолжение следует...